Здравствуйте! Выпуск новостей на канале Лабутнанского телевидения. В студии работает Кристина Мякуш. Вначале коротко о темах сегодняшнего выпуска. В муниципалитетах Ямала в этом году проведены масштабные дорожные работы, которые завершены на 95%. В Харпе предприниматель высадил новые деревья в качестве компенсации, заранее вырубленные. Крышки сдавайтесь – название проекта, благодаря которому в городе появился необычный контейнер. В воскресенье впервые отметили День отца. Этому посвятили нешуточную борьбу в спортивном зале Олимп. В ледовом центре «Авангард» прошли показательные выступления фигуристок. Впервые в Лабутнанге состоялись городские соревнования по гиревому спорту среди детей. В муниципалитетах Ямала в этом году проведены масштабные дорожные работы. Это ремонт, капитальный ремонт и строительство новых дорог. Работы завершены на 95%. Заместитель директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гелых отметила, что практически в каждом муниципалитете работы завершены. Поменяли дорожные плиты, уложили новый асфальт, расширили дороги, произвели переустройство коммуникаций. В этом году большое внимание уделили устройству ливневой канализации. Муниципальные власти справились с поставленными задачами и максимально учли пожелания жителей. В Лабутнанге завершились работы на дороге в границах улиц Заполярная и Южная. Построены новые электросети, сети водоснабжения и водоотведения к строящимся домам. Обновили дорожное полотно и тротуары. На улицах Рабочая, Северная, Школьная и подъезд КЗС работы велись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность ремонтируемых участков – порядка трех километров. Рабочие обновили дорожное полотно и тротуары. Тротуары привели в соответствие с потребностями маломобильных граждан. В Харпе отремонтирован участок от дома по улице Гагарина 8 и до Держинского 12 с обустройством освещения и тротуаров. Общая протяженность – 1,7 километров. Дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в округе стартовали в мае. Весь объем работ, запланированный на этот год, будет выполнен уже к концу октября. На сегодняшний день работы по ремонту выполнены на 98%. Из 20 объектов, ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», работы завершены на 18. А на двух объектах находятся в завершающей стадии. Также проходит приемка выполненных работ. Особое внимание уделяется результатам выполненных работ. На объектах нацпроекта организован многоступенчатый контроль качества. В этом контроле участвуют и общественники, рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гелих. Объем этого года в Лабутнанге почти 10 километров. В рамках нацпроекта капитально отремонтировали 7,5 километров дороги. На дороге от Харпа до Лабутнанги – 5,2 километра. К реализации нацпроекта округ присоединился в 2019 году. За два года был построен 71 километр дороги Салихард-Надым и отремонтировано 54 километра региональных и муниципальных дорог. Работы по благоустройству дворов, многоквартирных домов завершены. В Салихарде, Лабутнанге, а также при Уральском районе благоустроено 48 дворовых территорий. Установлены лавочки и урны, обустроены подъезды, модернизированы системы освещения. Работы проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Число благоустроенных пространств в округе постоянно растет. Для комфортного проживания в городах и поселках Ямала появляются новые скверы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Обустраиваются пешеходные зоны и площади. В 2021 году благоустройство проходит на 92 общественных территориях. Это на 8 объектов больше, чем в прошлом году. А всего с начала действия федерального проекта в 2019 году их количество составит 274 территории. Пространства, которые были запланированы к реализации в период с 2019 по 2024 год, на Ямале будут полностью реализованы уже по итогам 2021 года. Как преобразятся города, решают сами северяне. Все объекты благоустройства текущего года выбрали жители путем голосования на портале «Живем на севере». С 2021 года онлайн-голосование проходит на федеральном портале 89.городсреда.ру. По его итогам, в следующем году планируется благоустроить 15 общественных территорий, выбранных жителями города. Список дворовых территорий будет сформирован к началу сезона благоустройства 2022 года. По данным Окружного управления Роспотребнадзора, на 18 октября в округе 124 новых случаев заболевания COVID-19. Это на два случая больше, чем вчера, и на четыре, чем два дня назад. За весь период 52 456 человек. 842 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 110 пациентов в тяжелом состоянии, 18 пациентов с подтвержденным COVID-19 на ИВЛ. Тепловую карту ситуации с коронавирусом в регионах России и счетчик вакцинации от новой коронавирусной инфекции запустил портал stopcoronavirus.rf. Сообщает информационное агентство «Северпресс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Она сообщила, что информация на ресурсе будет меняться раз в неделю, исходя из средненедельных показателей. Данные о вакцинации включают две графы – прививка, вакцинация первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражается как для всей России, так и для каждого отдельного субъекта, отметил вице-премьер. По ее мнению, любой россиянин сможет самостоятельно оценить эпид-ситуацию на территории, где он проживает, а также посмотреть, как развивается эпид-обстановка в другом регионе, если он собрался в отпуск или путешествие. Цветовая индексация карты показывает пять критериев – заболеваемость и охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратом ИВЛ и загруженность конечного фонда. Если регион окрашен красным цветом, это говорит о том, что в субъекте на 100 тысяч населения регистрируется более 150 случаев COVID-19. Индикатор зеленого цвета показывает, что в среднем на территории выявляют менее 30 случаев на 100 тысяч населения, и при этом достигнуты все пять критериев стабилизации ситуации с COVID-19. Кстати, на 15 октября на тепловой карте нет ни одного региона с зеленым цветом. Это говорит о том, что в стране эпидобстановка с коронавирусом остается напряженной. По данным портала stopcoronavirus.rf на 15 октября Ямал соответствует только одному из пяти критериев – это охват тестированием не менее 200 на 100 тысяч населения. В арктическом регионе первым компонентом привились 190 866 человек, завершили вакцинацию 181 841 человек. Коллективный иммунитет составил 49%. В целом по России этот показатель на 15 октября на уровне 45%. На Ямале каждое дерево на счету. Многочисленные экологические акции направлены на восполнение природных ресурсов округа. Эти действия объединяют волонтеров и истинных жителей Севера. Накануне в Харпе предприниматель высадил новые деревья в качестве компенсации за нанесенный ранее ущерб. Виктория Головко расскажет подробнее. В нашем сентябрьском сюжете мы уже рассказывали вам о спиленой в центре Харпа зеленых насаждениях. Тогда в период строительства пострадали десятки деревьев. Такое положение дел вызвало возмущение у местных жителей. В соцсетях люди обратились за помощью к администрации. Меры были приняты незамедлительно. Мы связались с арендатором земельного участка, Павлом Валентиновичем Минеевым, который является собственником также здания магазина, в котором идет ремонт. И он пообещал нам добровольно, за свой счет, исправить все допущенные нарушения. Уже на следующий день арендатор участка приступил к работам по благоустройству территории. Спустя время эта история получила продолжение. Пообещав восполнить природные ресурсы, предприниматель свое слово сдержал. Теперь в квартале Северный будут расти и радовать своим видом новые насаждения. В целях компенсации ущерба, который был нанесен, тогда сегодня происходит посадка деревьев в квартале Северный на новой детской игровой площадке. Посадка подразумевает высадку более 35 деревьев. Работы проводятся полностью за счет подрядчика. Будут выполнены в полном объеме. Эта история стала примером того, как неравнодушные жители поселка и власти, объединившись, сумели повлиять на ситуацию и постарались всеми силами сохранить природу для будущего поколения. Виктория Головко, Владимир Николаев, время местное, поселок Харп. «Крышки сдавайтесь» – название проекта, благодаря которому в городе появилось необычное дерево. Представители общественной организации «Эко-мир Лабытнанги» получили финансовую поддержку на реализацию своей задумки в рамках конкурса «Лабытнанги. Город добрых дел». Напомню, весной активные жители представили 8 проектов, предлагали обновить детские площадки, украсить дворы цветами, помочь бездомным животным. В эту субботу одна из идей воплотилась в жизнь. Возле первой школы установили «Доброе дерево». Это контейнер для сбора пластиковых крышек. На открытии побывала наша съемочная группа. Ярким дождем сыпятся разноцветные крышки. Одну за другой их бросают дети в «Доброе дерево». Уже с детства они знают, что пластик наносит вред окружающему миру. Он природу порчит. Тогда не вырастает много травы. Мы природой дышим, восхищаемся. Если все зеленое, мы радуемся. Полные пакеты крышек приносят все, кто за здоровую планету. Всем классом насобирали 2000 штук ребят из третьей школы. Учитель Наталья Владимировна Миронова собрала полторы тысячи. Я со своей семьей собрала в районе 300 крышек. И вот остальные дети. Но это было у нас, наверное, на протяжении года. Ребята из четвертого класса первой школы вместе собрали 6 килограммов. Они дружно участвуют во всех городских экоакциях. Валя Альба собрала больше всех – 504 крышки. Пластиковые бутылки тоже надо перерабатывать. Точно так же бумагу. Мы недавно сдавали всем классам бумагу. Более 100 килограмм собрали. Теперь в городе Лабытнанге возле первой школы имеется специальный контейнер для крышек. Он значительно облегчит работу волонтерам, которым пока приходится самим откручивать крышки от каждой бутылки. Пластиковые крышки и пластиковые бутылки сделаны из разного вида пластика. Это PET и это более плотный вид пластика, поэтому они утилизируются и перерабатываются отдельно. Если это не делают жители, то это делают у нас волонтеры либо рабочие на складе. Это очень большой объем работы. Можно также просто в контейнер бросить пластиковую крышку и пластиковую бутылку просто друг от друга отдельно. В год добра экоактивисты сделали маленький, но значимый шаг для сохранения природы. Теперь внести свой вклад может каждый тем самым позаботившись о планете. В воскресенье впервые отметили День отца. Дату указом учредил президент. Этому посвятили нешуточную борьбу в спортивном зале «Олимп». Папы боролись за звание лучшего. Перетягивание каната, планка, езда на самокате, причем в костюме сумоиста. Это лишь часть испытаний, которые необходимо было пройти мужчинам. Кто одержал победу, расскажем в следующем репортаже. Как известно, папами не рождаются, папами не становятся. Когда-то и вы были маленькими веселыми мальчишками, которые любили играть в разные игры. Поэтому предлагаем папам вспомнить свое детство и поучаствовать в самых настоящих конкурсах. А испытаний пришлось пройти немало. 12 мужчин, настоящих пап, сильных, смелых, ловких, решили провести выходной день не на диване, а в спортивном зале. Да еще и семьей, чтобы себя показать и на других посмотреть. Меня подставили на самом деле. Сказали, что мы будем вместе бегать, а оказывается я один. Никто из пап заранее не знал, что подготовили организаторы соревнований. Поэтому все испытания были для них загадкой. Кот в мешке, интеллектуал, меткий стрелок, лего-конкурс – это лишь часть испытаний, которые необходимо было пройти участникам. Артем Романов все выполнил с легкостью, на одном дыхании. Секрет прост – семья помогала и поддерживала своего папулю. Конечно же, наш папа самый лучший, на все сто справляется. Мы за него болеем горячо и вообще нам здесь очень нравится. Очень нравится и сыну Михаилу Романову. Он решил поддержать папу на сложном этапе и вместе с ним, практически до последнего, простоял в планке. Отличный результат, но выводы пока делать рано. Впереди еще много этапов. Их необходимо преодолеть на время. Константин Гасанов с легкостью проходит, а точнее проезжает на самокате следующий конкурс. В костюме сумоиста нужно быстро объехать конусы, не сбив ни одного. Мужчина с самокатом справился на отлично. Какое испытание для вас было самым сложным? Пока никакое. Сейчас на планку пойду. Оно, наверное, будет самым сложным. Почему? Физические затраты большие. Физической выносливости вполне хватило. Константин простоял в планке. 3 минуты 11 секунд. Это хороший результат? Да. Все мужчины с легкостью справились с испытаниями и еще раз на деле доказали, что папы могут многое. Если нужно, и самокат освоят, и из лего автомобиль построят. Жюри предстоял нелегкий выбор. В итоге звание лучшего папы завоевал Антон Карпец. Серебро досталось Артему Романову, а бронза – Роману Копылову. Рай Ермолаева, Евгений Садыков. Программа «Время местное». В нашем городе подрастает поколение талантливых фигуристок. В минувшую субботу прошли первые показательные выступления. Это стало возможным с открытием в 2019 году ледового центра «Авангард». И после этого появился красивый и грациозный вид спорта – фигурное катание. За несколько лет девочки показывали достойный результат на окружных соревнованиях. Некоторые уже имеют третий юношеский разряд, присвоенный им спортивной школой «Юность». Легкость, грациозность, пластика, красота в движении – такое событие организовала детская школа «Юность» для того, чтобы горожане имели возможность поглядеть на лабытнанских звездочек. Евгения Барановская 8 лет уже является обладателем весомых наград. Победитель муниципального первенства города «Надым», победитель конкурса «Маленькие звездочки-2020», призер региональных соревнований города Салихард, имеет третий юношеский разряд. Сегодня она представила два номера вальса с кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и показала номер из мультфильма «Летучий корабль». Она была в роли девочки-забавы, которая не хочет выходить замуж. Трудности в подготовке к предстоящему событию были, признается Женя, но главное – это показать достойный результат и откатать программу на максимум. Слезы были и падали, и колени разбивали. Потому что прыжки надо было учить, чтобы хорошо прыгать и хорошо прокатать программу под музыку. Кстати, музыка для выступлений согласуется с родителями, а не только с тренером и хореографом. Главное, чтобы спортсменки выступали с удовольствием. Поэтому самая юная шестилетняя фигуристка Владислава Боговина зажигала под песню «Бяки-буки». Очень долго доготовились, и моя программа называется «Бяки-буки». Мне это все понравилось. Я, конечно, расстроилась, когда я упала, но я все равно стала. Может, именно в этом и кроется успех настоящих чемпионов. Вероника Вахтомина – победитель конкурса «Маленькие звездочки-2019», уже имеет третий юношеский разряд. Просмотр фильма «Лед» привел ее в фигурное катание. Я посмотрела фильм, где девочка Надежда, она пыталась обидеться, но ее не принимали. И потом мне стало как-то интересно по этому виду спорта. И мне захотелось тоже это попробовать. Занимаюсь я два года. Много чего умею. Для меня это важнее. Мне как-то хорошо в этом виде спорта. В одиночном катании сегодня выступили восемь девочек. У каждой из них была уникальная возможность показать свои способности и еще раз откатать программу перед предстоящими соревнованиями. Девочки выступили хорошо. Они большие молодцы. Наши выступления посвящены открытию сезона. Также это подготовка для девочек к соревнованиям. Ну и, конечно, праздник для них и для жителей города Лабытнанги. Цветы и аплодисменты подарили сегодня лабытнанцы юным фигуристкам. Впереди у спортсменок соревнования в Надыме, которые пройдут с 5 по 7 ноября. Мы желаем им удачи и грандиозного успеха. Анастасия Шиховцова, Николай Снегир. Программа «Время местное». Впервые в Лабытнанге прошли городские соревнования по гиревому спорту среди детей. Участниками турнира стали три десятка мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 17 лет. Им пока недоступны пудовые, уж тем более двухпудовые гири. Но у них все впереди. Репортаж Светланы Кель. На помосте спортивные новобранцы. Эти ребята только учатся кидать тяжелый снаряд. Влад Семяшкин железом увлекается всего месяц. Усиленные тренировки дают результат. За первые пять минут он сделал сотню толчков. Вес гири 4 килограмма. В следующую пятиминутку юноша выжил еще 71. Надо большое преодолеть, чтобы быть сильным и набрать такое большое количество толчков, рывков. Назару Макаренко на помосте пришлось чуть-чуть тяжелее в прямом смысле слова. Вес его снаряда 6 килограммов, а в руках у него их два. Собрав волю в кулак, юный богатырь установил абсолютный рекорд – 130 толчков. В весовой категории превзойти его не смог уже никто. Я сильно могу устать, даже, наверное, домой не смогу дойти. Гиревой спорт – спорт сильных, ловких и отважных не только мальчишек, но и девчонок. Да-да, именно так. Они смело берутся за снаряды. Большой вес пока не поднимают. Задачу номер один – показать технику и максимальное количество рывков за все те же 10 минут. Гиревой спорт – силовой вид. В Лабытнанге он появился в конце 90-х. Тогда железо тягали преимущественно взрослые дети. Сегодня это направление осваивают совсем юные спортсмены. По мнению тренера Виталия Крикунова, главный враг на помосте – страх и волнение. На занятиях он учит маленьких богатырей совладать с ними. Голова всегда говорит спортсмену – брось, это тяжело, не надо. Поэтому нужно побеждать себя прежде всего. Тогда спортсмен будет непобедим. Как минимум для себя он преодолеет себя, все свои страхи, боли. И станет сильнее, как не только в спортивном плане, не только в гирях, но и в жизни. Несмотря на усталость, а мальчишки, в отличие от девчонок, выполняли классическое двоеборье. Толчок и рывок гири – и глаза светились. Еще бы. Ведь эти железные человечки стали главными героями первого в Лабытнанге первенства по гиревому спорту среди детей. Когда выходят на помост и начинают толкать, видят, что им считают, сидит судья, все это официально. То есть глаза горят и хочется стремиться к достижению каких-то высоких побед. Первенство по гиревому спорту стало настоящим фестивалем силовых рекордов. Влад Семяшкин, Назар Макаренко, Арген Пуйко, Никита Даманский, Кира Крикунова, Ева Яковлева, София Стародубцева – самые юные победители железного вида спорта. Эти ребята с честью выстояли в самой сложной борьбе. Борьбой с самим собой. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт www.lbt-tv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова